Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве Вашего института ядерных исследований и как сотрудничество проходит. Для начала я представлюсь. Я представляю Объединенный институт ядерных исследований. Зовут меня Трубникова Григорий Владимирович. Наш институт находится в Дубне и занимается в основном фундаментальной наукой в трех областях. Это ядерная физика, это физика твердого тела и физика высоких энергий или физика частиц. И традиционно мы имеем хорошие научные связи с сотнями партнеров по всему миру из разных институтов, университетов, научных организаций. И, конечно, один из наших главных партнеров – это научная организация Российской Федерации и ВУЗы. И вот совсем недавно мы организовали такой замечательный визит сюда, в Казань, который был приурочен к проведению большой международной конференции по ядерной физике. И мы в институте занимаемся в том числе синтезом сверхтяжелых элементов. Наверное, вы знаете, что недавно буквально было объявлено Международным союзом чистой прикладной химии, что последний седьмой период в таблице Менделеева закрыт. И вот семь из семи последних сверхтяжелых элементов были впервые открыты в Дубне. И как подтверждение наших заслуг, нашего первенства в этой физике, три из этих элемента были поименованы нами, нашим институтом. Один из них назван в честь академика Флёрова, основателя лаборатории, который занимается этой физикой. Второй элемент называется Московий, в честь московского региона, где располагается наш институт. И третий элемент поименован в честь академика Аганисяна, он называется Аганисон. Ну вот за его заслуги. А Аганисон он называется, потому что этот элемент – это благородный газ. И, как известно, все благородные газы, они заканчиваются на «он». Неон, аргон, криптон, ксенон и вот теперь Аганисон. И тут прослеживается первая связь с Казанским федеральным университетом. Как известно, элемент по названию «рутений» был открыт здесь несколько десятков лет назад. Я не помню, вот надо Людмилу Ивановну уточнить, по-моему, в середине 19 века, я могу ошибаться. Ну вот, значит, Людмила Ивановна, она бежала, я же потом… Ну ладно, у меня вылетело из головы. А русский, так или «рутений»? Да, «рутений» от слова «Россия» или «Россия». И это вот, так сказать, первый такой мостик научный между Дубной и Казанью. Второе, у нас очень сильная лаборатория теоретической физики. И, конечно, ну, современная, скажем, космология и поиск исследования новых дополнительных измерений во Вселенной и так далее связаны с нелинейной геометрией, с геометрией Лобачевского. И в этом смысле Казань известна тем, что Лобачевский был в свое время одним из ректоров этого университета. И наши физики, да и давно взаимодействуют с Казанским университетом, и выпускники вашего университета работают в Дубне. Ну и, наконец, сейчас появился третий мостик. Это огромный мега-сайенс-проект, который недавно начал реализовываться, сооружаться в Дубне. Это огромный комплекс, ускорительный коллайдер, коллайдер тяжелых ионов, который называется НИКО. И вот буквально несколько месяцев назад этот комплекс получил официальную государственную поддержку, выпущенную распоряжение правительства Российской Федерации о том, что Россия сооружает у себя проект класса мега-сайенс. Это огромная установка, на которой будут работать тысячи людей, которые будут сделаны по последнему слову физики, техники, которые будут решать задачи, ну вот уже физики частиц, физики высоких энергий. Исследования на коллайдере будут связаны с пониманием процессов, происходивших в ранней Вселенной. В первые микросекунды, миллисекунды после Большого взрыва. Понимание законов, по которым кварки объединялись и образовывали протоны, нейтроны, вот ядерную материю, с которой мы с вами составляем. Конечно, требует мобилизации ресурсов не только финансовых, но и человеческих, интеллектуальных. И сейчас мы очень активно привлекаем в этот проект, вообще в исследования, которые ведутся в нашем институте, привлекаем ведущие российские вузы. И, конечно, Казанский федеральный университет, это вуз более чем 200 летней истории, конечно, должен участвовать и будет участвовать в нашем мегапроекте. А в чем наш интерес? Во-первых, это воспитание научных кадров для того, чтобы эти научные сотрудники впоследствии работали в Дубне и занимались самыми передовыми исследованиями в области физики высоких энергий. Второй интерес в том, что на коллайдере будут реализовываться самые современные технологии. Это сверхпроводимость, это нанометровая метрология, это физика и техника низких температур, то есть компрессия и сжижение газов при атмосферах, близких к абсолютному нулю. И Казань славится, и Татарстан славится высочайшими технологиями, которые здесь развиваются. Это и для нефтегазовой отрасли, и материаловедения, и физика твердого тела, и много-много чего. Поэтому, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы Казанский университет, может быть, стал неким интерфейсом между нашим институтом и Татарстаном, и для того, чтобы технологические предприятия, институты, участвовали более активно в проекте. Вот мы сотрудничаем хорошо с НИИ Компрессор МАШ, который проектирует и изготавливает для нас компрессоры высокого давления для гелия. И я думаю, это только один из, так сказать, один из пунктов сотрудничества. Я уверен, что в самое ближайшее время многие предприятия высокотехнологичные, Татарстана начнут участвовать в нашем проекте. Ну, вот я бы сказал, что это главная причина и главный аргумент для сотрудничества. Но и надо сказать, что мы буквально за два дня до того, как началась эта огромная международная конференция по ядерной физике, где рассматривались вопросы синтеза сверхтяжелых элементов, ядерная физика, низких энергий, мы провели совершенно замечательные два дня здесь, на физфаке, в Институте физики, читая лекции студентам Казанского университета о самых современных направлениях науки, которые реализуются в нашем институте в Дубне, и о наших самых больших крупных проектах. Вот о мегапроекте НИКа, о фабрике сверхтяжелых элементов. Это еще один крупный комплекс, который сооружается. И, наконец, надо сказать, что Казанский университет имеет традиционно очень сильную школу физики твердого тела, кристаллографии, материаловедения. И в Дубне есть уникальная установка, это реактор на быстрых нейтронах, импульсный реактор на быстрых нейтронах. Это уникальный источник нейтронных пучков для исследований в области нейтронографии, нейтронно-активационного анализа и так далее. Я уверен, что и вот в этой области физики мы тоже найдем очень хорошее взаимодействие, сотрудничество и будем долго-долго еще вместе заниматься современной хорошей наукой. Ну, я бы, наверное, начал не впечатлениями не о форуме, а о Казани. Я второй раз в жизни в Казани, и я под огромным впечатлением от этого города. Это абсолютно современный город с высочайшим уровнем цивилизации. Вот в свой предыдущий приезд, когда мы здесь устраивали курс лекций и участвовали в конференции, мне удалось поездить по городу, посмотреть и культурные места, и технологические предприятия, и разные стенды, лаборатории университета. И, надо сказать, что я под огромным впечатлением. То есть это город, в котором хочется жить, творить, работать, и замечательный, чистый, культурный. Очень видно, что люди, которые здесь живут, с большой любовью относятся к месту, в котором они живут. Вот, много истории. А теперь касаемо организации форума, конечно, это, на мой взгляд, это уникальное мероприятие, потому что собрать почти полторы тысячи человек на три коротких дня, провести множество параллельных секций по самым-самым актуальным направлениям и науки, и техники, причем из всех областей науки здесь, кроме физики, здесь и биологии, и медицина, и компьютинг, и гуманитарной науки, все что угодно. И, конечно, я в восторге от состава докладчиков. Я не ожидал, что я здесь встречу людей, фамилии которых я встречал в самых высокорейтинговых журналах и на самых престижных конференциях в мире. Здесь очень много людей, что приятно, с русскими фамилиями, то есть людей, имеющих русские корни, которые добились колоссального успеха за рубежом и которые приезжают сейчас сюда, в Россию, для того, чтобы... Не то, что помогать развивать... Я считаю, что наука в России на достаточно высоком уровне находится, но эти люди привозят сюда новые технологии, новые знания и готовы поддерживать здесь развитие научных школ, что очень важно. То есть эти люди, ну, в какой-то степени выражают благодарность вот своему отечеству. Они ведь получили образование здесь и в школах, и в университетах. Потом, ну, по разным причинам уехали за рубеж, там добились высочайших результатов, признаний и высокоавторитета. И сейчас эти люди приезжают сюда и совершенно активно, так вот энергично, с большой инициативой участвуют в развитии наших проектов, создают новые коллективы, занимаются образовательными программами, участвуют в мегагрантах, плодят огромное количество замечательных идей и не только говорят, как нужно делать или что нужно делать, но и готовы в этом участвовать. И это, по-моему, замечательная инициатива. Мне очень нравится здесь, очень нравится. То есть ожидания от конференции? Да, да. Недостатки, я думаю, что в какой бы стране вы ни спросили, недостатки, о которых будут говорить ученые, скорее всего, одни и те же. Во всех странах будут говорить о том, что недостаточно финансирования, во всех странах будут говорить о том, что мало людей идет в науку, во всех странах будут говорить о том, что много студентов после университетов уходит в индустрию, в промышленность. То есть все эти аспекты, на мой взгляд, они более-менее одинаковы в развитых странах. Конечно, есть вопрос абсолютных цифр, то есть абсолютные цифры финансирования на науку в разных странах разные. Но надо понимать, что эти проблемы, они возникают от того, что сейчас в науке высочайшая конкуренция. То есть если раньше, ну, скажем, 50-70 лет назад крупные проекты, это проект, в котором участвовало 50 человек, 100 человек, то сейчас вот проекты класса Мегасайенс – это проекты, в которых участвуют тысячи человек. И ведь таких проектов не несколько на весь мир, а каждая страна, каждое развитое государство хочет у себя развивать несколько, а то и несколько десятков крупных проектов. И поэтому главный сейчас ресурс, на мой взгляд, это не финансы, главный ресурс – это люди. И чем больше, скажем, финансов, денег государство готово вкладывать в науку, тем большую часть этих ресурсов нужно вкладывать в образовательные программы, в воспитание кадров, и в создание условий, которые будут мотивировать этих молодых людей оставаться в науке как можно дольше. Вот и все. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо.